всем привет уважаемые подписчики с вами армак у нас с вами группа дев которые встречаются болотник и алфейн болотник это игрок из москвы и московской области алфейна вы в принципе знаете уже по предыдущей игре которую он отыграл и даже выиграл алфейну сегодня нужно конечно же пытаться побеждать для того чтобы практически 100 процентов выходить из группы болотнику же нужно побеждать для того чтобы не потерять шансы на выход из группы так что игра в общем-то важная для обоих игроков и оба попытаются сегодня показать максимально возможную игру если судить по аккаунту на портале hero's world то любимая раса алфейна это орки то есть цитадель также вроде как он является выходцем еще и старой версии героев одного из скажем так модов который назывался в т или более расширена ворл турнамент по нему сейчас тоже готовится один из турниров так называемая ностальгия о данной версии и было время когда вроде как на данной версии даже проводили самый главный оффлайновый турнир то есть турнир чемпионат снг и вроде как алфейн играл в общем-то очень даже неплохо в тэшку так что пока он тоже показывает неплохие результаты я думаю будет интересно последить до какого этапа он сможет на скиле в общем-то пройти в данном турнире шаблон который ребята договорились в общем-то играть это 8 мм 6 а большой шаблон схему которого вы видите у себя на экране размера excel с подземельем и помимо этого еще и 6 компьютеров на карте красным цветом у нас играет алфейн выбрал он для игры сегодня башню стартовал за айм сразу же хорошая обзорочка которая показывает что территория у него крайне маленькая и ему нужно будет очень быстро выходить со своей территории выход через стрелков не очень приятный прямо говоря а вот влево через хоб гоблина вполне можно будет пробиваться и я думаю именно в эту сторону он сразу же будет ломиться есть камень учения есть мельница буду комментировать не все ходы алфейна периодически там где twitch не забанил звуковую дорожку у алфейна я буду оставлять оригинал ну а там где дорожка забанена либо же алфейн в основном молчал там уже для вас это прокомментирую я и сделаю это с ускорением как в общем то обычно это и происходит в данном турнире три родных героя неплохо выкупил рису стартовая армия довольно неплохая нужно будет грейдить конечно же гремлинов и с грейженными гремлинами в общем то особых проблем здесь по пробивке влево сто процентов не будет кстати шлем хороший зашел который и вообще для прокачки мага будет неплох и плюс для сборного артефакта тоже не помешает он необходим для аутб хорошего сборного артефакта так называемые доспехи проклятого да не так много вообще различных артефактов необходимо для того чтобы его собрать довольно часто на excel шаблонах этот артефакт именно и собирается но и в общем то наличие данного шлема только дает дополнительный плюс и дополнительную надежду что сегодня алфейн данный артефакт тоже может собрать риса является так называемым героем шахтой которая дополнительно приносит также как и шахта единицу ртути в день даже если ртуть вам особо уже будет не нужна какой-то момент ее можно будет обменять на золото так что в любом случае как вторичный герой она очень и очень будет полезной на любом этапе игры также у нас игры проводятся с перестройкой гильдии магов а для этого все виды различных ресурсов необходимы и ртуть в том числе возможно это тоже поможет подобрал еще немножечко золото ну понятное дело попытается стартовать с как можно большим количеством золота не знаю пойдет ли он сейчас у собачек отбивать еще один сундучок на золото так посадила им замок расставил героев и похоже на то что не собирается он пока грейдить героев он будет делать это на следующий ход не стал чересчур как-то темповать ну а теперь у нас ходит ярик ярик выбрал замок поинтереснее он играет за валеску и за касл то есть замок замок так называемый да почему стартует именно за валеску потому что она приносит с собой два три стека как правило стрелков чего не скажешь о том же орине который приносит один первый стек как обычно это копейщики поэтому именно за валеску старт в плане комфорта наиболее выгоден все таки но не каждый в общем то делает валеску главным героем очень часто пересаживаются на кого-то другого даже вот нимус которая пришла тоже является неплохим воином если делать ставку именно на воина но думаю первое время все равно будет воевать через нее хотя и тот же орин тоже довольно неплохо и валеска и орин они неплохо усиливают стрелков поэтому проведение битв со стрелками под их руководством довольно неплохо смотрится тоже здесь с блоками не все так хорошо нужно будет еще гномов пробивать виднеется рудник снизу есть меч неплохой наверху и есть рефьюго рефьюго это лагерь беженцев в котором каждую неделю вам предлагают выкупить какой-то тип случайных существ очень часто радуются ребята когда заходит какое-нибудь существо седьмого уровня и потом каких-нибудь дракончиков или чудища что-то в этом роде особенно если заходит черный дракон это вообще просто красота на одном черном драконе можно много натворить на карте снимает ответки сразу же начинает бить этих орков ну верхний стэк гоги это тоже аджор он не будет я думаю стараться во что бы то ни стало их сохранить самое главное успевать прикрывать именно нижний стэк своих стрелков копейщиков очень мало поэтому вся надежда именно на стрелков если стрелков ему каким-то образом заблокируют то могут начаться проблемы вот сейчас например заблокировали но он сумел разблокироваться верхний стэк он не стал даже гогами как-то отманивать назад решил оставить все на месте как и есть но вроде как разбирает при этом оставаясь практически без аджора и приходят элементали разума кстати неплохие юниты особенно для первой недели ними тоже довольно комфортно можно разбирать различные низкоуровневые существа поэтому битвы в любом случае довольно неплохие бесов оставляет на разгон поскольку копейщики если разгоняться на них дают четвертую скорость а бесы как минимум пятую что тоже довольно неплохо пришлось ему выкупать элементали разума у них хорошая скорость плюс они бьют не получая ответку поэтому против более медленных существ их можно использовать очень и очень неплохо а если эти существа еще и вроде гогов то ой гогов говорю гномов их можно вообще окружать с разных сторон и бить сразу по всем что тоже очень сильно помогает видите вот с ними с минимальными потерями на валеске проезжает дальше нашел траглодитов по дорожке еще пробивается влево он видел что там в общем то дорога открыта поэтому особо переживать за то что заблокирована она будет дальше он конечно не будет и в общем старается открывать все направления это правильно еще и логистику споймала валеска но теперь вероятность того что она станет главным героем увеличивается потому что на excel шаблоне логистика это очень важный навык который позволяет вашему герою делать гораздо больше шагов каждый ход и в любом случае эта логистика рано или поздно продвинется а потом из-за экспертиза то есть прокачается да находит внешнее жилище склепик тоже это дополнительное золото которое можно будет взять на следующий ход ну скажем так неплохо есть за что зацепиться и в общем то попытаться навязать хорошую игру вашему сопернику итак ход снова передан у нас в сторону алфейна грейдит как раз на этот день тебе уже гремлина значит готовится пробиваться далее оставил немножко гарпий на разгончик поскольку еще будут герои покупаться это вопрос времени только когда у него будет скуплено все восемь героев ну собирается идти сначала на собачь это делается для того чтобы получить как раз побольше золота чтобы можно было еще одного героя выкупить в случае чего потому что в момент в соседней территории нужно иметь как можно больше разведчиков которых он туда запустит чтобы знать вообще стоит не стоит туда бежать главным героем и вообще что его ожидает впереди разведка для темпа очень и очень важно есть грейженый то есть улучшенный стек а улучшенный я не знаю для нижнего наверно на прямой а вот для верхнего там считать надо ну все таки выбивает да нижний стек а верхний просто отстреливает за счет замедления поскольку они проигрывали по скорости даже тем же гремли нам в итоге добрал золото и в принципе успевает чтобы пробить еще и портал зеленый задумался что-то вот так же два стека в ходу вставляет да как раз на два стека и разбились в общем то нейтралы скорость у них высокая вот этот момент очень неприятный и это может способствовать тому что они убьют ему одну или парочку единичек поэтому надо попытаться этого просто не допустить теперь надо будет отстреливать именно нижний стек ну и сразу же налетает всеми горшками чтобы добивать дальше стоят скелеты которые тоже должны пробиваться в принципе бед и тут чтобы их пробивать наверное набить их наискосок чтобы вы при этом сделали шаг вбок и не закрыли проход в этом портале а тогда уже следующий герой который находится здесь возле портала он сможет спокойно в общем то в этот портал зайти дальше может даже армию забрать и с этой армией пробежаться вперед ну по крайней мере так мне видится дальнейшие действия а он просто пробил и остался а у него еще один шаг даже остается армию забирает теодор а уайн там нормально мне просто на предпосмотре показалось что крайне мало там остается буквально один шаг на мукпоинт добирает побольше золота вот видите эта зона довольно богатая так что уже не зря он сюда выходит и может либо уже атаковать гномов или все таки подобрать сундуч щуки и только на следующий ход встать под пробивку но похоже на то что ради темпа он собирается сразу идти пробивать еще хотя бы один два героя будут запускаться да в эту зону поскольку здесь уже видно что собирать в общем то есть что с разных сторон и дабы не проседать по золоту конечно же надо ловить момент и делать это очень темпово и быстро один стек гремлинов он уже при битве с гномами сделал опасность гремлинов состоит в том что в ближнем бою они по сути ничего не могут а вот большой штраф накидывает сразу же благословение чтобы наносили они максимальный урон поскольку гномы довольно жирные существа в плане здоровья довольно туговато убиваются и вот он сейчас поменял горгульку подставил другую потому что эта горгулька уже подбитая а ему не хотелось бы терять даже эти единички поскольку на прикрытие не так много у него на выбор есть различных войск ну пока вроде терпит и делает это неплохо ну в любом случае бой несложный здесь только вопрос потеряет не потеряет единичку и больше ничего Эйх! потерял такие ну что уж ладно ничего не поделаешь не денег даже две пришлось потерять ну бывает Ну вроде как все Можно смело передавать ход далее Особо тут делать уже нечего Запускает еще одного героя Интеуса Тоже пустит вправо его В подземке Ну пока всего лишь один нормальный проход У Алпы на котором он в общем то и пользуется Посмотрим чем тут будет заниматься Болотник Так солото подобрал Нему скотовится подвозить наверх Похоже на то И проверяет запас хода Тоже вниз Это делается для того Ему сейчас надо Подумать что и в каком порядке он будет пробивать И как расставить героев Чтобы и на этот ход выполнить поставленные задачи И на следующий ход Чтобы уже герои под задачи были поставлены И так нужно делать каждый ход Выполнять задачи на этот ход И делать расстановку уже под следующий Так забрал артефакт В теории нам на одних только психических элементалях Идет похоже склеп там набирать Выкупает еще себе тиву Ее уже забрал войска И поехал воевать уже по бездорожью влево Ну там кое-какие артефакты Можно будет попробивать Самое главное Находить кучки золота Сундучок вот лежит к примеру Ну и троглодитов там я думаю будет порядочный Еще качнул логистику выше Она у него уже продвинулась получается И тоже в принципе стоит под пробитие и портала И при этом под пробитие склепа А сейчас слышно? Сейчас слышно? Вот сейчас говорю Я его кажется вырубил Другим переключателем Непрограммным Ооо чудик В общем успехи такие Главное что я в первом туре хлопнул в Вову Который был из второй корзины в нашей группе А я из четвертой Это был успех Но Вова проиграл себе сам То есть это не совсем был мой успех Я просто не ошибался Ну а сейчас только начали Успех что вышел в зону В которой есть бабло Сейчас буду его собирать Это бабло А то зона-то своя была малюсенькая Без денег практически Без резов Надо сюда еще пробиться Ну цепь стоит Нормально В случае чего все перекинем По той положенной стороне Возможно стоило сундук взять на прошлый ход Но я подумываю о том Чтобы взять его на экспу вообще Но теперь уже вопрос Кому брать его на экспу Лучше наверное лобетой взять Да потому что Лобет это все таки уже с землей И масло садится Да будем лобету качать Сейчас Ну да все выходит Лобета начинает 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 заниматься Делом Но все равно надо подумать Еще в какую сторону Может лобету вправо надо отправить Мне нужно кристалл найти Один Где-то я видел С этого В подземке видел Я очень хочу взять шахту сейчас 140, 500 Здесь мне будет 200 Я точно возьму шахту 454 Да я даже все возьму Так Оп Тупик Тупик И вот она выходит Лобета Да отсюда Из таверны Начинает бежать В обратном направлении Медленно Зато заходит здесь Берет Трежак Ладно Ребята перебрасываются В противоположном направлении Красота Ладно Ребята О Зачем туда вообще заходить? Нет никакого смысла. Я могу просто лобедку выкупить. Посмотреть, что справа. Или вообще разведчика. О, это же моя деревушка родная. Это еще гремлины. Еще каркульки. Супер. Единственное, если я здесь куплю лобедку, то у нее не будет спеллов, да? То есть ее должна будет переучить Анька. Не самая лучшая мысль переучить ее здесь Анькой. Может потом как-нибудь? Нет, надо сейчас переучивать. Здесь пробиваться другим героем, что ли? Блин. Блин, 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 блин. Думай быстрее. Кристаллы надо еще взять. Если я переброшу армию, сейчас... Да найду я кристаллы. У меня еще времени даже, чтобы найти кристаллы. Ладно, здесь однозначно ставится таверна. И однозначно... Почему однозначно? Лобедку можно и там купить. Даже лучше там купить, и чтобы она сразу шла направо. Нет никакого смысла покупать тут лобедку, да? Да, никакого. 1170. Тогда я не покупаю лобедку, если я... И не построю еще ничего, да? И не построю еще ничего. Ну-ка. Так. Мамка. И строю я здесь парапет. Или вообще големов построить. Големы будут крутые. Вначале здесь все купим. Кроме одной горгульки, на будущем, всякий случай для разгона, да? Хорошо. Ты. 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 Ну, теперь уже... о пол и денег нету на герой еще одно да ч в обед я уже купил в принципе так лучше наверно то есть дворфы дикжали проход довольно очевидно то есть я зашел в 15 зону из пятнадцатой зоны зашел в девятку то есть дорога в центр идет туда девятнашку надо проходить сквозь нее все довольно очевидно здесь батя не удался ну наверно надо всех перебрасывать туда чтобы не тормозить здесь конечно нужно будет спич пока непонятно как ладно вначале туда все а потом посмотрим тихо что-то еще тут было да я ведь не успею взять сколько тут ходов 4 6 обратно те же самые 6 12 у нее только 12 есть нет подпадает план мне нужно апнуть мне нужно апнуть горемов не построил одну Продолжение следует... 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 Бабла меньше, это логично. По этому поводу мы не переживаем. И у конфлакса манер. Это ерунда. Вполне возможно, что конфлакса разбился об этих арчеров. Смешно было бы. Комп бывает, нападает и не выигрывает, что ли. И здесь проход. Вот это проход в супертрежерку. Все прекрасно. Вот я здесь. И вот мой проход в 17-ую зону. Ведь видно же, да, сейчас? То есть, да, что я показываю. То есть, я прошел до сюда. И теперь я прошел сюда. Вижу проход этот и надеюсь, что я зашел в конфлакцию. У меня еще два выхода здесь будут дальше. И мне нельзя. Быстрые дороги, значит, до 1.15 мне нельзя увидеть синего. Если я считаю, что у меня лучше ситуация. Я считаю, что у меня лучше ситуация. Мне нужны кристаллы еще, кстати. На следующий ход не нужны. Но вот они, кристаллы. Вот я на них смотрю. Кто в таверне? В таверне. Но это не чит. И третью нельзя качать. Для меня лобетас, если она качнет землю, будет гораздо большим читом. На второй неделе уже можно будет встречаться. И вот дорога, наверное, к противнику. Будем надеяться на это. Радует, что с такой-то стартовой зоной я посчитал, что в этом нет ничего страшного. Потому что я быстро выйду в смешки и там найду золото. И так и получилось. Значит, что тут я нашел гуру золота. Что тут? А вот выход. Вот выход к противнику, да? Это один. А вот там, наверное, второй. И вот это уже выходы совсем рядом к нему. Вот два прохода, да. Один и второй. И там мы уже можем с ним пересечься. Сюда мы не будем соваться до шестого хода. Максимум выглянем. То есть пробить со своей стороны, заглянуть в телепорт и уйти. И на ней идти дальше. Отбежать. Захитин раним там с големами. Как-нибудь стрелочками проредить. Надо будет его, этих морков. Мне нужно вырезать ему главный стак. Вырезать морковь, и он будет закурить сразу. Без морков. Каса ничего из себя не представляет. Напустить вот всю душу блумагов туда. С горгульками по одной, с этими, с воздушками. Воздушек не будет, конечно. Ну, с фаеролемами, например. Их долго убивать. Они душные. И стрелочками прорежать морковь. Даже если это обойдется мне, например, в трех героев, которые так и не пробьют территорию, но все равно он останется без стака ударного. Остается без стака, остается без денег потом, через некоторое время. Вот это вот, интересно, это проход. Это же может быть банальный проход, да? Но тогда, получается, это в тупик. Нет, тут, наверное, все-таки телепорт стоит. Как-то неудобно. Ну, в принципе, вот этот черт сейчас забежит. И сделает два... Вот эти шаги сюда, чтобы посмотреть, что там. Серый! У серого героев меньше, чем у остальных. Это он действительно пробил мне Арчей. Красавчик вообще. Вот всем бы таких компов, да? Ну, точнее, нет. Всегда бы таких компов. Пошел, сам слился. Об границу с моей зоной. Не где-нибудь у себя, а именно, помог мне пробиться к нему самому. Такое нечасто увидишь. Причем, я так, возможно, даже магом... Ну, в любом случае, у него герой-то Манер остался. У него два героя было. Манер он потерял. Фу, Манер у него остался. Это не маг. То есть, он меня стрелочкой мне задолбит. Чего больше всего мы боимся, когда идем к конфлаксу. Что-то не приешь, он у тебя стрелочки начнет мутузить. Нет, он всех магов отправил мне в таверну, чтобы я их купил. Вот они ходят. Два маги. Своим пробился тут. Просто молодец. Идеальный комп. Причем он где-то рядом совсем. Раз он успел добежать. Снова ход болотника. Проверяет он в логове воров, которая в таверне. Что вообще происходит. Ну, и Тива идет сразу же отбивать на золото сундучок. Ну, все стандартно. Пока ничего такого серьезного здесь не происходит. Поскольку Стрелкову себя поставил снизу, то попытался отманить большую часть наверх. За счет того, что одного из копейщиков он просто опустил наверх. И таким образом показал, что будто бы он этим копейщиком идет вперед. И Троглодиты побежали на него. За счет этого он выиграл немножко времени. И сейчас вот просто стрелками расстреливает. Пока единички, в общем-то, занимаются тем, что прикрывают как-то. Так, а вот сейчас, я так понимаю, будут грейдиться стрелки, да. Именно поэтому он не стал бежать дальше влево там. Покупает еще одного героя. Джилар, кстати, пришел. Неплохой маг. Ну, по крайней мере, скажем так, лучшего у него пока нет в наличии. Сейчас потащит, тогда, получается, эти войска на Орина. Орином возьмет склеп и отобьет внешнее жилище. Возвращает армию назад. И эта армия должна доехать до Валески. И Валеска там уже тоже будет или склеп, или портал пробивать, или и то, и то. Посмотрим. Ну, то есть, в принципе, планов на этот день у Болотника достаточно. Посмотрим, на сколько срастутся цепи. А склеп-то максимальный попался на 10 вампиров. Думает, как бы так сразиться, чтобы еще не потерять Элементалей. Аджор отдает на съедение, в первую очередь. Ну, и вампиров старается как можно быстрее лишиться. Тут, хочешь не хочешь, надо атаковать тряпок. Но урона наносят довольно мало, и вот что. Очень плохо. Как обычно, тут зомби очень сильно мешают. Идет на вампира, потихонечку их убивая. Здоровье тоже у Элементалей не резиновое. Надо его как-то стараться экономить. Ну, самое главное, что сейчас не потерял ни одного стрелка. Ой-ой-ой, а дизморалька очень сильно помешала сейчас. Ай-яй-яй. Если бы не дизмораль, он бы дальше уже ничего не терял. Спокойненько здесь доводил бы все до победного конца. А так, минус 4 стрелка. Очень неприятный момент, и он не успевает добирать внешнее жилище. А, он Алкиным брал, да. Вот сейчас он Ориным будет пробивать. Да, вот. Вот теперь-то все нормально. Добрал стрелков неулучшенных. Не знаю, кстати, он их оставит пока здесь и будет грейдить, или пока все передаст на Валеску, а дальше уже потом будет искать варианты для того, чтобы вернуть, улучшить все это в замке и так далее. Но Джалар еще хорош на старте тем, что он приходит с фейкой. Это сразу же седьмой разгон. То есть у фейек седьмая скорость. В целом как-то так. Нимус идет дальше. Все отдается на Валеску. Да, пробивает портал, выходит на болото. И здесь, кстати, тоже через зомби можно по бездорожью тоже выходить на траву. На какую-то зону. Сразу же находятся перчатки, которые надо брать, но охрана там крайне неприятная. Самое главное, словил экспертную логистику, и теперь уже в Олеска каждый ход будет гораздо больше шагов делать. Правда, по болоту, по бездорожью ему лучше не бегать, потому что очень высокий штраф. При беготне по бездорожью, по болоту. Даже еще больший штраф, нежели бегать по песку и снегу. Ну и по камням тоже соответственно. Да, начинает возвращать понемножечку стрелков, чтобы потом их загрейдить, улучшить. И на следующий ход тогда уже еще и их подвести. Тогда уже с максимальной армией там пытаться куда-то пробиваться. И ход передает. Со всеми проходными фильмами он героев добрал до семи, да? Ну ладно, хорошо. Они что-то должны охранять же. А что они охраняют? Из этой зоны же нет проходов. А, это проходная зона. Это супердрыжак. Это проход супердрыжак, ясно. Там тупик. Здесь еще ничего. Может быть, в город сядет, пока не знаю. Силенький. Пожалуйста. Я не набегу до города. Бегу. Набегу. 780. 70. 120. 190. 260. 310. 450. Легко. Вон он. Крип, что ли, пошел брать. Забей. 1-1-4, да? Взять рестарк. Взять рестарк. Взять рестарк. Паразионика уже не выйдет. Голд. Я красный. У меня меньше всего голды. Паразионика. 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 Ничего я тут не вижу интересного. Манер. Хаст появился в книге. Лобедка зашла в тупик. Это печально. И ничего не качнулось. Лобедка вообще из-за того, что возглавила прорыв, ничего не сделала. И до героя я не добегу. Слишком далеко ушел. Ага, вот так. Гарандельфы. К деревушке. Что-то с деревушком. Угу. 19-й, либо 11-й, либо 12-я зона. Скорее всего, это 11-я зона, да? Потому что мы, может, по шахтам сориентируемся. Нет. Это не 11-я зона. Это 12-я зона. А мне какая разница? Никакой. Что 11-я, что 12-я. Ну, только к каким компам ведет. Но компы тоже одинаковые. Там все донжоны, в основном. Фортресс есть один. Как раз эта зона ведет к фортрессу и к донжу. Кристаллы. И что будем делать? Он ничего не построил, даже бездельник. Но обижаться на него, тоже грех, да? Ну, садиться в город этот точно не будет, потому что у меня еще на них денег выкупить двух героев. Я думаю, нам сюда. И я думаю, что у меня еще не будет. Надо было сходить одну клеточку вниз. И армию-то толком не увести, да? Это манер. Давайте посчитаем, сколько ходит манер. Скорость у него, скорее всего, 7. То есть это 1700, да, плюс его каких-нибудь 10%. 1900 надо считать. 1903, 6, 9, 12, 13, 15, 16,5, 17,5, 18,5. Где-то здесь и становится сам. То есть мы его здесь принимаем. Отдаем армию куда-то сюда и встаем лобетой на разбивку перед собаками с тем, что у меня будет на следующий ход. получается, что встаем на разбивку, потом что-нибудь делаем армии здесь и передаем все войска сюда в подземку. Пробуем заглянуть в консерваторий, что ли. Надо же уже скачать лобету вначале. Рановато я пойду в консерваторию, если так. Следующий ход возьмется. Я так понимаю, надо бабло строить, а бабло тут есть, кстати. Надо здесь бабло построить. Здесь алтарь. Блин, у меня не хватает, да? Значит, макетплейс. Ладно, макетплейс. А гильдия есть? Есть. Хорошо. Какой таунхолл? Межгерой нужен. Вот я тупень. Мне же нужен был герой. Что, еще один макетплейс строить? Наверное, все-таки здесь. Ну, что здесь золото. Тот герой не добежит до этого золота. С другой стороны. С другой стороны. Слушайте, получилось. Случайно. Я думаю, все-таки некромант. Пусть будет. А вот и батя. Все-таки дали батю, да? Может, тогда... Не, не получится. Батя и можно попробовать взять. В принципе. Выкупить его, да? И попробовать добежать до... двор в интеражерах. Но я в любом случае мулиха куплю. И он останется здесь. И так, четвертый день у нас идет для болотника. Да, он улучшает стрелков, которые у него там еще оставались к этому моменту. Джелларом берет рудничок. На следующий ход пойдет еще глубже по бездорожью. разведывать территорию и собирать какие-то ресурсы. Там вроде еще обзорочка, да? Внизу у него светилась. Правда, она как-то вообще на краю на самом территории находится. Даже карты, не то что территории. И особо там от нее толку, наверное, и нет. Так, свиток замедления. В общем-то, очень даже хорошо. Не надо будет переживать за то, что где-то в гильдии, возможно, не попадется. Потому что бывают игры, где вот не заходит и все. Благо, сейчас уже с перестройкой гильдии решить эту проблему проще. Поставил еще мечников и потащит еще больше армии. И копейщиков немножко, и мечников, и стрелков дополнительно. Ну, то есть, тот максимум, который он на данный момент может вытянуть, он все это будет тащить на главного героя. Немножечко не успевает он, чтобы добрать еще и склеп. Поэтому оставляет все это дело на потом. Тут еще и по бездорожью приходится бегать. ко всему прочему. Что тоже неприятный момент. И от этого теряются очки перемещения. Он даже в Олеско не пошел добирать знания, поскольку терять сейчас ему баллы перемещения очень не хотелось бы. Могпоинты. Старается успеть как можно дальше. целых два внешних жилища Гноликов и внешнее жилище Виверн. Вот жилище Виверн это уже интересно. Правда охрана там не очень. И дальше тут надо сражаться с монахами. Представить только. Ну, хорошего мало. Возможно пойдет или вниз через зомби тогда. Или будет искать другие варианты для прохода. возможно наверх еще да пойдет со своей же территории только наверх а не влево как он пошел изначально. В этом случае он будет возвращаться доберет склеп возможно это даже на следующий ход уже будет ну Валеска на следующий ход не в состоянии этот склеп брать при любых раскладах даже если ее разбивать она не дотянется просто. так что возможно или Виверн будет добирать потом все это дело на Орина но я думаю зомби он будет стараться пробивать как можно быстрее видеть что у соперника гриндан светится это неприятная новость у гриндан у него сразу есть магия земли то есть не нужно ее искать в ходе игры и у него сразу же есть замедление поэтому то что там будет экспертное замедление но это просто сто процентов и ход передается на Алфейна Алфейн периодически в этой игре забывал включать микрофон какие-то там трудности с этим были но в те моменты когда микрофон будет включаться я буду в общем-то оставлять оригинальную звуковую дорожку чтобы вы могли следить за всем происходящим уже с его комментариями чтобы я успевал побыстрее все это дело монтировать и более уникальный получался контент так собирается как раз через Лобету которая тоже очень хороший герой на самом-то деле не хуже гриндана это уж точно будет добирать сокровищницу потому что по золоту тут тоже видно что есть проседания первая неделя как вы знаете очень важна как раз тем чтобы найти достаточное количество ресурсов и нормально отстроиться в замке со второй недели там уже отстройка замка идет гораздо меньше по войскам там уже начинается потихонечку отстройка гильдии ну возможно там каких-то еще высокоуровневых существ можно достроить если вы это не успели сделать на первой неделе но в основном там уже другие задачи стоят на второй неделе все-таки если просесть на первой неделе и не выполнить свои задачи дальше уже всю игру будете только догонять и пытаться как-то наверстывать больше нужно действий каких-то полезных выполнять будет каждый ход пришлось немножечко единичек потерять но куда же без этого пока по темпу конечно выигрывает алфейн то есть если бы вы не видели игру с двух сторон а с одной то можно было бы предположить что довольно неплохо идут дела у болотника но с учетом того что мы видим то что происходит на стороне алфейна у болотника гораздо больше проблем и потенциал для победы все-таки у алфейна здесь мне кажется повыше будет здесь у алфейна правда с дальнейшим направлением видятся некие проблемы тут надо будет землянок бить неизвестно сколько их там по количеству будет ну если все грамотно сделает я думаю проблем больших тоже и в этом не возникнет мудрость или золото и золото ему необходимо и точнее не мудрость а школярство да то есть грамотность которая позволяет обучать различным заклинаниям ну ничего грамотность в любом случае еще будет продолжать качаться и он ее тоже уже решил качнуть не стал брать нет идет все-таки на землянок да сразу же не затягивая но главное чтобы хватило выстрелов если выстрелов не хватит то это будет слив подумывает да он вернул армию не стал рисковать и пожалуй в данном раскладе я в этом деле его поддержу рисковать незачем если у вас идет все хорошо то риск может только все усугубить и перевернуть с ног на голову если вы чувствуете что у вас дела идут лучше чем у соперника то необоснованный риск делать не надо да и вообще необоснованный риск это вы должны давать себе отчет что если вы рискуете что вы потеряете в случае если не получится и что вы получите в случае если у вас все выйдет как вы задумали стоит ли оно того взвесить это на весах еще не купил по дороге големов я еще пожалею об этом 8 героев офигеть ой еще и риса есть Продолжение следует... 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 Либо они вам дадут золото, всяческие банки, да, типа Медузятня, Гномятня и так далее, Нагобанк, Бесятня, Импятня так называемая, да. На следующий ход собирается идти брать склеп, похоже на то, возможно это будет делать даже Эдрик. А может он хочет эту же армию передать вниз, ну уже начать передавать, а на следующий ход ее привести назад в Олеске и этими остатками уже потом пробиваться далее. Или наоборот, сейчас в Олеской станет под пробивку, она пробьет, а потом уже армия будет возвращаться назад. То есть ему нужно подумать, как для него будет поинтереснее смотреться. Да, размышляет насчет дальнейших своих действий, болотник. На Виверне оставляет на разгоне, это получается седьмая скорость. Ну и все по ходу, будет просто передавать вход далее. Обижал все-таки. Причем остановился он именно там, где я и думал, он должен остановиться. Ставит ли Цитадель или ей так хватит? К сожалению, защищать я смогу только Лобетой, да? Ладно, подумаю об этом позже. Кстати, можно пока ее спрятать здесь. Самое интересное. Да, надо их вскрыть, потому что у Мулиха все равно нету. Магии. Кстати, она же здесь погибнет. А, нет, погибнет. Что-то я не так делаю. 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 Что-то, кажется, я должен был соглашаться. Да, я должен был соглашаться. Блин, в чём разница такая большая? Да, я должен был соглашаться. Ну ладно, мечтать особо не о чём, это не берётся. Значит, строим себе всё, как планировали. Организуем цепь, которая вывезет всё. Хотела брать нычку. Нет. Нет. Нет, не Джорджурурую. Нет. 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 куда сюда плюс я еще возьму кристалл и плюс я не хочу убегать слишком далеко потому что на 1,2,1 я буду брать уже концы начну с этой двушки правильно а сюда лезть это вообще-то стрёмно ну я ее чекну если будет четверка, например, то я просто уйду а у меня будет сколько ангелов? у меня будет 4 ангела я с 4 ангелами могу и четверку взять G то есть я должен где-то здесь остановиться на какие шиши я собираюсь все это делать? армия стоит придется на день все позже делать, но зато взять гномятник еще один мне же бабло нужно на все эти проекты здесь надо покупать ангела тоже же бабло нужно здесь надо еще город не профукать, между прочим он с книжкой, этот чувак сколько у меня там стрелочек? 4 10 стрелочек по 4 40 400 дамага ну ладно, манера я, допустим, хлопну и так в 11 так все ставим стрелочками и побеждаю надо продумать главный план, значит что это не закончится 4 40 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 41 45 41 42 42 43 44 45 44 Снова у нас без звука идет игра Волфейна. Качнул он землю, что немаловажно, уже хорошо для Айн. Думает, что делать дальше. Общие консерватории, нычка, внешнее жилище ангелов, все это говорит о том, что есть хорошие возможности для того, чтобы собрать неплохой стэк ангелов, попробовать сыграть через него, ну то есть территории тут интересные в плане начинки, дают возможность для реализации различных стратегий, есть из чего выбирать, в общем-то. Так что это приятные раздумья в плане того, как лучше отыграть ту сдачу, которая здесь Волфейну выпала. на разгоне оставляет рису и пошел ей, похоже, хочет по бездорожью дособирать ресурсы, но тогда она выпадет из цепи, уже не будет играть такую важную роль какую-то. Игниссой тоже проверил запас хода, смотрит докуда будет добегать у него каждый из героев. по сути там везде одни блоки стоят, то есть это проходы еще в какие-то зоны подземки, но до того момента, пока вы не пробьете охраны в эти зоны, сказать о том, что там находится и хорошие или нет зоны пока нельзя. это уже покажет практика. Ну в общем да, как-то так получается. Осталось тут доходить буквально остатки хода, уже в основном все отходили. Не надо было единственным вот этим чуваком возвращаться. Разве что стрелочку свита, когда это нам длили. Надо было идти дальше на разведку, не нужно цепи. Цепь вообще очень короткая, раз один герой нужен здесь, и все, и один в районе зеленого телепорта герой нужен, и все, вся цепь. Надо было это осознать чуть раньше. Приходит ход снова на болотника. Занимается собирательством со стороны Валески, значит в левую сторону он решил в общем-то не идти, отстроил себе коней, что немаловажно на первой неделе, и решил играть через них, а не через ангелов, поскольку экономика не в состоянии вытянуть игру через ангелов. Таким образом едет отбивать перчатки в первую очередь. Никто с первого хода не долетает, придется потерпеть, поэтому подставляет не родные войска, но все равно выстрелы летят именно по стрелкам, на которых у него в общем-то сталка. Подбираются перчатки, войска сейчас будут довозиться вниз, будут отбиваться зомби, поскольку они являются охраной в эту зону. И затем уже будет добираться в склеп и разведываться данная территория. Здесь целых два героя, один пойдет брать склеп, второй возможно просто пробежится и попытается разведать как можно больше территории вокруг. Нужно знать на что в этой зоне вообще можно будет рассчитывать. Ну тут высокоуровневыми своими существами задавил зомби, не оставив никаких шансов им. Можно было и подолгу водить, отстреливая просто одними стрелками, но решил не затягивать поединок. И тут предмаксимальный склеп. Ну в общем-то склепы хорошие сегодня попадаются. И еще какой-то артефакт получит. В тех склепах где есть вампиры, это предмаксимальный когда их 5 и максимальный когда их 10, вам помимо золота дают еще и какой-то артефакт. Он как правило низкоуровневый, но при этом даже среди низкоуровневых артефактов есть очень полезные артефакты, которые ну в общем-то сложно недооценить как-то. Их роль может быть довольно существенной. Стрелков нужно будет еще раз убирать, попытается отманить на элементали зомби, да. Нежить никогда не моралится, поэтому по два раза они ходить не будут ни в коем случае. Ну и все с потерей единички получил артефакт на дополнительную мораль в бою, то есть повышает на единицу. С учетом того, что армия получается смешанная, этот артефакт в общем-то будет далеко не бесполезным. По пути пробивает еще ресурсы Тивы, именно на нее он вернул армию и будет добираться еще один склеп. Этот склеп уже выпал предминимальным. Ну хотя бы не самый маленький, и то хорошо. Старается побольше золота выжать за этот ход болотник. Ну а зомби тут будут просто отстреливаться и отманиваться на Виверн, элементали и в общем-то на те войска, которые в разы быстрее их, могут без особых проблем разбираться. Вот битва без потерь очередная. Наверху есть Сэп Гнолов, которая дает неплохой прирост по атаке, но охрана крайне неприятная. У него уже была одна битва с орками, не думаю, что он жаждет в этой игре еще и второго слива армии. Пускай даже не полного, но потеря одного психа это довольно серьезная потеря. Да и Стрелков тогда под сливом... А нет, Стрелков он тогда не брал. Тут уже битва с ограми идет. У них большой запас здоровья, но сами по себе они не особо быстрые, если не учитывать конечно же Грейжин и улучшенный этот стэк. Не стал пока стрелять, ждет пока на прямую стрелу станут. Он и так понимал, что ближний стэк есть кому убивать. Вообще, когда вы знаете механику игры, то планировать свои действия во время боя конечно же можно довольно неплохо, зная кто в какой последовательности ходит. Благодаря знанию тому, что последовательность эта вычисляется по скорости юнита, чем выше скорость, тем он раньше ходит. А после ожиданий, то есть вейта, все идет в обратном порядке. Сначала ходят те, кто более медленные, а потом уже те, кто самые быстрые. То есть там все меняется наоборот. За счет этого именно войска, которые более быстрые, они и при вейте, при ожидании получают больше пользы и в том же случае, когда они ходят просто первые сразу же. То есть они сразу бьют и ответный удар получают уже от меньшего количества юнитов. Так что в третьих героях скорость очень сильно решает во время боя. Заклинания замедления и ускорения являются чуть ли не важнейшими в игре. не всегда, но в ряде случаев. Также полезны низкоуровневые те же щит, камня кожа. Ну щит, конечно, более полезен. Ну при битве со стрелками и камня кожа, например, может пригодиться. Ну и камня кожа плюс хороша после щита. Например щита, потом еще усиливаетесь дополнительно камня кожей. И в итоге получается неплохой бонус к вашей армии. Гринда нам хочет дерево отбить и немножечко золота за счет костра. Дерево это на повышение уровня. Если ресурсов и золота будет достаточно, можно будет позаботиться о том, чтобы повысить уровень. Но опять же уже идет концовка недели. это шестой день и не знаю станет ли он как-то тратить золото и ресурсы на то, чтобы прокачиваться. Все-таки замок еще не полностью отстроен, так как ему это хочется. Погодите. А что-то все не очень хорошо, да? Сколько мы бьем? 52. 25 на 3.75. Ой. Ой. Нам никто не даст столько ходов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нифига себе. А почему она вообще первая ходила? А, потому что первой стреляли, да? И она с меня ответку сняла? Если я наложу замегло, то они исходят на шесть, да? На 3,4,5,6. Вот это жопа. Вот это жесть. А если я на себя сказки упас, я все на него лечу никуда. Керс я могу на них наложить. Это пригодится. Улететь я от них не могу. Нажму wait. Хорошо. Почему я опять хожу первым? Мы сломали уже это. 14. А я wait нажимаю. Какая грязь. Слушайте, отвяжитесь от меня уже. Хорошо, такwas. Хорошо, так пока. Ну за мной. Вот так. понимаю керш сейчас кончится да поэтому план такой час я кладу слоу томе кладу вы начинают них летать и убивать для них только слово осталось ничего особо сложного тут и не было ой Что за бесятник, который здесь, вот за собаками? Скорее наторгуем. Скорее наторгуем. Скорее наторгуем. Скорее наторгуем. Скорее наторгуем. Совсем немножко бабла. Скорее наторгуем. Скорее наторгуем. Скорее наторгуем. ангел убьют на скорее всего 222 Мага можно взять, да, одного. Обязательно даже. И осталось еще 900 монет наковырять. Допустим, у нас ртуть все время капает. Поэтому мы ее трейданем, да? Она не нужна для алтарев вишес. Ртуть нужна для того, чтобы сградить на акт. Ну, поэтому хорошо. Кридим, допустим, 4. Допустим, у нас серы много. Допустим, я здесь сразу пробью тоже ртуть. Кстати, еще ртуть лежит. И эту ртуть, кстати, может взять мамка. Угу. 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 Уже двух могу взять. Что первого убьют в первом бою. Во второй они понадобятся. Я думаю, выходить не надо здесь. Ну, по крайней мере, если уходить, то недалеко. Вернуться и сесть. Сколько у нас? 150? Да. Не надо. Угу. Угонь. Угу. Угонь. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Девять на шестнадцать, десять на шестьдесят. Это тебе, это тебе, это тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Блин, сказать, что стрёмно, ничего не сказать. А как только магу убьют, будет нормальная стоимость спеллов? Или останется маленькая? Или если маг зашел в поле боя, то точно будет... Блин, мне еще три тысячи надо на покупку ангела найти. Охренеть. А где эти тысячи-то найду, если я все продам? Одиннадцать, плюс шесть, семнадцать. Семнадцать у меня не хватает. Блин, мне не хватает на покупку ангела, даже если я все перетрейжу. Офигеть. Все, зашли, будет маленькая полюбая. Все, хорошо. Значит, пусть... Он стоит. Ладно, давай. Фу. Здесь, конечно, это посос. Фу. Фу. Нет. Да. Я должен был две гуглю кидать. Блин. Но он будет с нагами воевать по-любому. Давайте думать, что сделать. gnets… Capture. 4,129. Если я дам он глаз, это не так эффективно, как если я буду бить стрелкой. Беда минус наке. Да, минус наке. Да, минус нога. Красиво. Вот аморалик. Сказал решить малюсенькую проблему. Где взять 3000 золотых? Ну ладно, вижу 3000 золотых. Иногда нужно все трейдить. К сожалению. К сожалению. Говорят, зрители любят провалы, да? Я затрейдил джемы. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Съедаются в виде отжора копейщики пока. Не получилось развести как-то этих гномиков. Можно было попытаться минимизировать как-то потери. Решил принимать удар на себя, еще и по стрелкам получил. Вообще, если говорить в плане боевки, то Ярику есть над чем работать. Не лучшим образом он некоторые бои проводит. Но, как правило, да, он все-таки прирост увеличивает. Он, похоже, делает ставку как раз на то, чтобы побыстрее проводить сами бои. То есть это больше на автомате идет. Он старается потерять поменьше, но при этом как-то не зацикливается на длительных раздумьях, как минимизировать свои потери. Находит еще один портал через Гриндана. Есть свиток. Свиток не первого уровня, поскольку все свитки первого уровня валяются вообще без охраны. Здесь же охрана есть в виде скелетов, поэтому можно надеяться, что выпадет свиток какой-то поинтересней. Но, понятное дело, чем интереснее охрана у свитка, тем и пользы от него будет больше. Но прикол в том, что до сих пор с одним замком сидит болотник. И это не тот замок, в котором стоило бы начинать отстраивать гильдию, если он хочет получать там тот же полет, дверь измерений и так далее. Важные заклинания контроля, так называемые. Подобрал часы. В ряде случаев данный артефакт может являться квестовым, то есть его нужно отвезти в квестовую хижину и получить какой-то бонус. Но пока вроде такого квеста найдено не было, но возможно такой квест ищет. Он хочет еще и встать на внешнее жилище. А, нет, он проверяет запас хода. Смогут ли они, когда будут довозить армию, потом забежать и еще и двух виверн накупить. Ну, две пачечки гноликов бесплатные будут получены. Он сразу, в общем-то, на них и становится. Две виверны. И это уже какая-никакая прибавка к армии. Гноликов можно будет и на Джор использовать. Не жалко. По сути-то. А, он в Олеске хочет возвращаться даже. Да, становится в Олеске сюда. Очевидно, не хочет рисковать за счет того, что большой штраф при перемещениях по бездорожью. Может быть, на это ставка и правда. Темп немножечко страдает, конечно. Следующий ход. Нага Гроус плюс пять. Сот. Джем! Видимо, это благодарность небес за то, что я героически выкупил ангела в конце той недели. Что, заходим и сливаемся, да, сразу? Что тут медлить? Проблема в том, что этого чудика я поставил неправильно. Он не должен был здесь стоять. Что теперь делать? Срочно думай. Таймер, таймер, таймер. Там эти два ангела могут разобраться с каким-нибудь фигней, типа там... Так. Так. Так, 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 так. Так. Не надо эта мораль. Не-не-не, должен победить он легко. Отлично, сейчас все будет легко. Да, все равно выиграет легко. Тем более. Переживаю за какую-то ерунду. Нет, шапку нельзя. Еще артефакт не надо отдавать. Максим вот этот. Да и этот не нужен. Мало ли что, там дуб, я еще что-нибудь не мучу. Это еще что? Пипец, не берется оказывается. Вот это поворот. Ну и что делать? Бить? Пятьдесят, девяносто девять. По-моему их было до пятидесяти. В начале прошлой недели. Что-то мне еще это не очень нравится. Сто, по пятьдесят хп, по пять тысяч хп. Пять тысяч хп у меня четыреста. И резать я буду максимум троих. Побегают они быстро. У гремлинов надежды никакой. Нахер. Ну, придем за вами в следующий раз. Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. У меня есть пять наг. Просто есть пять наг. И семь наг. Читер. Читер, 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 читерочек. Это правда? Шесть. Надо брать, я думаю, четырех, да? Арт в этот раз не отдал. А вот это и ложанул. Да. Блин. Ладно. Они столько слабее. Больше у меня ничего нет. Что идем так. Да. Больше я. Больше я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А это точно берется-то? Да вроде нет, два ангела по любому разорвутся А здесь же еще этот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я так чувствую, я сейчас тоже сам себе проиграю Да Минус ангел Да уж, круто Вау Вау Просто вау Скорость 7 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я сейчас сольюсь же тут Мега катка просто Позор такой Минус ангел Минус ангел Субтитры создавал DimaTorzok Я думал, в Максе у меня лестница стоит. О, я его где-то видел. Вот он. Тогда что, мы его берем, да, и возвращаем. О, я его где-то видел. Возвращаем, мы его не спеша. Главное, перебрасываем армию наверх. Так, как-то. Ладно. Ну, не наверх. Короче, армия перебрасывается до Лобета. Лобета пробивается, уходит туда. Артефакт берем по дороге, но... Возвращаем на следующий ход. Ну, лихуй. Ну, ладно, вроде, закончилось. Начинается вторая неделька, тем временем у нас. Отбивает свиток. Ну, не столько потому, что он ему очень надо, столько потому, чтобы не оббегать по камням этих скелетов, которые, в общем-то, немножко преграждают путь. И сэкономит свои очки перемещения. Сам свиток, я думаю, будет подбираться потом вторичными героями. Уничтожение нечисти. Ну, то есть, если бы Болотник играл против какой-то нежити, соперник, например, его Алфейн, играл бы через скелетов, то, может быть, это и пригодилось бы. Как раз этот свиток работал бы на уничтожении конкретно скелетов. Так, ускорение дано, чтобы сразу же заблокировать ударный стэк, стрелковый. Ну, и отлично, еще и судачки положил. Дальше нужно пробивать НАК, причем они охраняют не портал, они охраняют проход. Но из-за того, что проход в соседнюю зону находится прямо возле портала, то, похоже, что без их пробития там, наверное, и не обойдется. Крайне неприятная новость. В НАГИ неприятные ребята. В общем-то, разворачивает он все свои действия. Армия едет в обратную сторону. В сторону Валески, я так понимаю, сейчас будет все ехать. Посмотрим, будет ли он докупаться внутри замка. Герой у него на один шаг не добегает. То есть, он думал одного героя посадить там внутри замка. А так придется выкупать еще одного героя, который будет из замка скупаться и довозить какие-то войска. Похоже на то. Немножечко не срослось. Но вот это вот самые обидные моменты, когда не хватает всего лишь одного шага. Проверяет он запас хода. Да, у ребят. Выкупил двух виверн. Гриндана думал удалять даже, да? Ну да, меньше всего оказался в цепи, ему нужен Гриндан. Герой, конечно, классный, очень полезный. Но вот просто не в темп он сейчас и все. Как говорится, ничего личного, да? Все, дальше армия уже будет ехать по цепи до Валески. Будут пробиваться монахи. Ну и самое интересное, посмотрим, что там с начинкой зоны в итоге получится. До сих пор проблемы с разгоном героев. Каждый разгоняется кто на чем может. И на копейщиках, и на гноликах. По разным причинам приходится поступать именно так. Решил заодно отбить и гнолей кистень. Отлично. Еще отбил сундучок и помимо этого мельницу. Ну, в общем, все, что можно было отбить, поотбивал. Правда, вот, например, пробитие обелиска, я не знаю, стоило ли оно того. Поскольку на своей зоне надо в некоторых местах оставлять различных юнитов, для того, чтобы была возможность на них разбиваться, до того момента, пока у вас не появится контроль. Когда у вас появится контроль, это предположить сложно. Иногда за всю игру так и не удается его споймать ни из утопии, ни из перестроек гильдии даже. Так что необходимо учитывать все варианты. Ну, в первую очередь, именно хоббиты убиваются, которые есть в наличии. В ближнем бою не имеют штрафа монахи. Это очень жестокие ребята. Очень больно они бьют, как в ответках, так и вообще. Пришлось, да, потерять прилично так армии, сражаясь с ними. Дальше здесь уже пойдет попроще. Хотя не совсем. Опять же, нет никакого обхода, и хочешь или не хочешь, но надо бить магов. Это ребята тоже крайне неприятные. Очень больно их пробивать. То есть, по идее, пока он тут пробьется, он просто останется без стрелков на одних только пехотных ударных стеках. Маги тоже не имеют штрафа в бою при рукопашной. По количеству их тоже довольно много. Ну, то есть, здесь и виверн, и стрелков подсольет. Я думаю, проблем здесь будет много. В общем, из-за неприятных охран ситуация никак не улучшается, и армия не особо растет. Ну, добавление коней однозначно. Очень важно. Кстати, не стал виверн пока брать. Вулик не полез. Хочет сначала добрать замок, похоже на то. Но хотя бы здесь болотный замок. Чем это хорошо? Тем, что можно построить тоже виверн, если поставить там форт. А потом их еще и улучшить. И у вас будут виверны монахи. Также находят еще и библиотеку. И консерваторию, что немаловажно. Библиотека повышает все ваши параметры на 2. То есть, это равносильно повышению сразу 8 уровней. По статам, да? Помимо этого, из консерватории ее надо будет охрану проверить. Если консерватория маленькая, то он вполне ее уже может взять и бегать на ангелах. Но проблема в том, что это все просадка по темпу. Нужно будет бегать по снегу. Возможно, стоит сначала сбегать и проверить охрану каким-то вторичным героям. Если окажется все-таки маленькая консерватория, то добирать или им же, то есть вторичным героям. Или же все-таки туда главного героя засылать. Но благо, чтобы он бегал не просто так. То есть, главный герой должен использоваться по конкретному назначению. Он не должен выполнять какие-то вспомогательные миссии. Если он будет этим заниматься, то в итоге у вас просто не хватит очков перемещений на все то, что вы там задумали у себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!